привет друзья с вами андрей чайкин позывной геныч я сейчас по ходе на самом деле уже собираюсь в обратный путь вот посмотрел на свои ботинки вот и решил сделать решил сделать сюжет о своих ботинках прабос преппер они офигенные именно вот для межсезонья и зимы вот и для так сказать полноты картины я сравню прабосы с фарадеями потому что вы знаете мою слабость на хорошие берцы прабос это тоже берцы в общем как всегда берцы рулят и так плюсы прабосов и плюсы фарадеев сравним да друзья прабосы мне сильно нравятся если честно я я пытался сравнить прабосы и фарадеи параллельно запустил печку я пытался сравнивать прабосы с фарадеями и пришел к выводу что по той или иной ситуации лучше либо одни либо другие допустим осенью весной я думаю зимой тоже прабосы они просто улетные и в горах тоже самое будет потому что это просто танки не убиваем а это обалденные ботинки нифига не промокающие ну в общем бронетехника так вот ну выходит что я с апреля прабосы ношу а фарадеи я ношу уже почти два года 443 вот в декабре будет два года правосы полгода в общем эти эти ботинки я доволен ботинки прабос прэпер просто офигеннейшие так ну просто это танки мне когда-то их менеджер сказал что это его знакомый говорил что надо выдавать особое разрешение на пользование этим ботинками слушайте ребят я подумал что это типа рекламный ход мне нифига это так и есть это реальные танки это офигенные ботинки то есть я тут по таким жижам лазил особенно вот когда у меня второй день был потом такая слегка тень была и пофигу абсолютная ноль совершенно сухие ноги под любыми дождями все такое вот то есть очень хорошие ботинки у них наверное вот так вот если я все время выступал за и выступаю за фарадей 443 они как бы для разного времени ботинки прабосы это осень весна-зима летом в прабосах трындец как жарко в фарадеях значительно прохладней то есть они все-таки более дышучие но из-за этого они более текучие вот то есть они начинают так нога в них начинает сыреть я бы не то чтобы сказал что она течет они текут в них сыро становится фарадеях по этой слякоти у меня были бы сырые ноги обязательно мне надо было бы обязательно надевать мембранные носки а с прабосами пофиг ноги все время сухие в сухости в тепле это очень хорошие ботинки да они не дешевенькие я вам скажу но если вы ходите в походы все четыре сезона если вы идете в поход куда-то в горы в тундры по заполярку такую глухую и рассчитываете на весьма низкие температуры или невысокие плюсовые то лучше прабосы вот фарадей надо будет сушить прабосы еще я ни разу не парился по этому поводу я их не брал с собой на мурман в первую очередь потому что в нашей первой экспедиции было безумно жарко я прикинул что я там просто в них сварюсь наверное это было правильное решение во вторых я опасался что буду набирать в ботинки воду через верх что собственно и было я несколько раз проваливался просто в жижу в болотную и в этом отношении фарадей лучше прабосов вот этих преперов 443 лучше чем преперы тем что они быстро сохнут то есть фарадей я выставил там на солнышко их за два часа высохли не высохли они высохнут на ногах то есть они рассчитаны на это это армейская обувь препер это скажем так походные берцы их скорее делали не для армии а именно вот для таких вот походов серьезных и мне они очень нравятся так что ребят хорошие ботинки хорошие ботинки лучами детей другие вот интересно меня такой парадокс летом лучше указать заполярку даже вот или в горы в городах вряд ли скорее прабосы возьму в горы у них защита на порядок мощнее чем на фараде вот а вот в походы такие летние по теплому сезону лучше конечно 43 44 3 лучше потому что они легче в них дышит нога и в них в общем ты не обливаешься потом в прабосах очень жарко летом да кстати еще по ботинкам мне часто пишут кроссовки лучше трекинговые ботинки лучше да никто не говорит для чего лучше если у вас вот под такой по такой дороге весь маршрут то вполне в трекингах можно пройти если у вас там где-то надо будет пожиже чавкать вы трекинги промочите просто тупо через верх нальете в воды они у вас высохнут через неделю если высохнут поэтому если вы планируете серьезный маршрут не так бвд коротенький где-то ай ладно типа многие промочил домой приеду высушу реально серьезный маршрут там неделя и больше то надо сильно подумать если вы где-то в крыму идете там в красах можно пройти летом допустим да вот а или там допустим по испании вот где-нибудь где сухов в принципе практически всегда а это а если вы планируете маршрут где-то у нас в заполярке допустим на том же кольском вот или еще хлеще где-нибудь там на путоранах то ребят я вас умоляю какие трекинги какие кроссовки да надо идти с берцами причем такими скорее российскими берцами которые рассчитаны на то что а пофиг ноги промочил они на тебе сами высохнут вот такого рода вот чтобы можно было просушить убой вот языка с собой брать еще вдобавок потому что мокрые ноги это паршиво ребят а вот зима еще не наступила но я так уже вижу что будет неплохо будет неплохо потом еще расскажу как они себя ведут зимой наступила зима ребята и ботинки себя пока просто великолепно потому что в фарадеях все-таки по снегу когда долго идешь ботинки сыреют эти нет класс ну по крайней мере вот при средних температурах то пока до 10 градусов мороза попробовал все очень здорово ниже пока просто температур не было но носить их конечно надо в сочетании с гамашами потому что гамаши закроют голенище от снега надо будет их еще попробовать со снегоступами как они себя поведут что же друзья со снегоступами просто отлично да и кстати не писали о том что якобы подошва плохо держит на льду специально шел в городе по таким местам делал топтаный катанный такой снег нормально держит не хуже чем фарадеи так что я так думаю что это немного предвзятое такое отношение потому что если честно на льду не держит ничего кроме кошек может быть еще три конья удержим ну что друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал там жмите колокольчик заходите на канал владимир чайкин это мой сын там тоже много чего интересного по походному делу и друзья ходить в походы в любое время года но с правильной подготовкой и будем вместе продвигать адекватную походную движуху с вами был андрей чайкин позвоноге ночь пока